ТОП СПОРТ Дорогую, уважаемую гостью! У нас в гостях сегодня замечательная теннисистка, экстарая ракетка мира, я надеюсь, еще и будет и первой в одиночном разряде, Светлана Кузнецова. Светлана, здравствуйте! Добрый вечер! Светлана, мы рады очень вас видеть. Единственное, хотелось узнать, как ваше здоровье, как вы сейчас тренируетесь, не тренируетесь? Тренируюсь, начинаю тренироваться более активно, начинаю потихонечку играть слева. У меня была операция на левую кисть, чувствую себя гораздо лучше и надеюсь, что в скором вернусь на корт. Светлана, понятно, что большая часть нашей беседы будет посвящена теннису, но сегодня, опять же, если в целом о спорте говорить, сегодня пришла информация о том, что спортивно-арбитражный суд вынес оправдательный вердикт относительно 28 наших спортсменов, которых МОК изначально пожизненно отстранил от Олимпийских игр. Как вы восприняли все это? Наверняка уже успели с кем-то пообщаться, может быть? Не общалась, сегодня был очень плотный график, но я думаю, что еще раз это доказывает, как непрофессионально принимались решения от отстранения наших спортсменов и дисквалификации. Мне кажется, это было все очень предвзято, и я очень рада за тех ребят, кому все это вернулось, потому что они добывались эти медали с колоссальным трудом. Светлана, вот в этой ситуации вы, я не знаю, как-то, может быть, на себя примеривали ли то, что вот пришлось пережить этим спортсменам, и вот выступая на самом высоком уровне, не было в подсознании того, что, а может быть, и меня тоже что-нибудь найдут, где-нибудь какие-нибудь царапины, и вот, ну, дискомфорта психологического не было, вот лично у вас? У меня не было дискомфорта, я полностью уверена в своих анализах, это раз. Во-вторых, у нас независимая организация всемирная, теннисная, у нас другие допинг-контроли, у нас тфу-тфу-тфу-тфу, скандалов никаких не было, ну, таких несправедливых. Был, конечно, скандал с Марией, но это чуть другое, это, да, единственный такой был скандал большой, а все остальное тфу-тфу-тфу, все хорошо. Но, Светлана, в то же время на Олимпийских играх теннисисты тоже выступают. Да, но, к сожалению, у меня не было медали, так что мне не за что беспокоиться. Я думаю, что вряд ли там будут что-то искать, а, в принципе, я на 100% уверена, и тем более это были зимние Олимпийские игры с летними, пока что не было никаких скандалов, слава богу. Ну и хорошо. Да, кстати, давайте оставим это в стороне. Расскажите, как у вас сейчас строится ваш день? Сегодня был сложный день, например, у меня там с утра одна-две тренировки подряд идут. В Москве очень плотное движение, так что я стараюсь объединить обе тренировки, физподготовку и теннис, тем более нагрузку я увеличиваю постепенно сейчас. Тренируюсь в первой части дня, во второй делаю дела. Вот к вам пришла в 9 вечера. Ой, спасибо вам огромное за это, да. Было пару встреч, и пытаюсь еще какие-то дела параллельно делать. Друзья, российская теннисистка, заслуженный мастер в спорт, победительница двух турниров большого шлема. Светлана Кузнецова сегодня в гостях на Спорт.ФМ. Продолжаем. Да, звоните, звоните, 8-499-606-093-2. 60-60-93-2, если кому-то так легче запомнить, у нас Светлана Кузнецова, вы можете ей звонить. Светлана, вы только любите свой телефон. Что у вас в нем такого? Мне кажется, что кто-то должен позвонить. Кто услышит, сейчас кто-то наберет. Вот вы номер отъявили. А ты сейчас назвал телефон Светланы, я должен звонить. Я тоже думала, мы принимаем звонки. Я уже думаю, пора менять номер. Алексей Иванович сдал, да? Номер эфирный пока не меняйте, пожалуйста. Пусть до утра доживут. А то у нас с утра ребята их проводят, всякие лотереи самые разные. А то не то получится. Расстроились, что не удалось поехать на Australian Open? В какой-то мере, да. В какой-то мере я 17 лет его играла подряд. Да, у меня стаж, в принципе, профессиональной карьеры 16-17 лет. Так, я теннис играю 7 лет. Получается, я 25 лет провела с ракеткой и 16 лет была в Австралии. И в какой-то момент, даже просыпаясь дома с утра, включая телевизор, смотря матчи, теннис я очень люблю. И очень было хорошо смотреть их с дивана, находясь в прохладной погоде. Я понимаю, что многим не хватало солнца, но периодически год пропустить, год, ну, турнир Большого Шлема пропустить и не идти так далеко. Иногда только лучше, но это я смотрю с позитивной стороны. Я всегда стараюсь найти какой-то позитив. Конечно, очень расстроилась. И, конечно, сейчас надо будет начинать не с начала сезона. Соответственно, будем стараться. Светлана, а вот так вот, если брать когорту вот этих вот турниров Большого Шлема, а вот в вашем сердце, да, Australian Open на каком месте? Ну, конечно, у меня самый любимый это Roland Garros и US Open, это понятно, да? Но я очень тепло отношусь к Австралии, к Wimbledon, мне очень нравится. Но можно сказать, что с US Open и с Roland Garros у меня брачный контракт. А здесь гражданский, да? В Wimbledon это как любовники. Гражданский брак. Неплохо. Ну так, с юмором отнесемся к этому. Сравнение хорошее. Светлана, а в чем особенность вот этого турнира, Australian Open, да? Ну, понятно, везде есть своя изюминка, везде есть то, чем удивляют там, пускай организаторы, болельщики, может быть, сами теннисисты. Мне очень нравится Австралия. Там всегда тепло, это плюс. Но солнце обжигает, так что австралийцев не очень хорошая кожа. Я очень наблюдательно езжу по всему миру, я такая девушка мира, но россиянка, да? И мне нравится Австралия с тем, что они очень дружелюбные. Они, правда, не очень много пьют пива, но они очень расслаблены. Там очень красивая природа, там кенгуру, пингвины, куалы, что угодно там можно увидеть. И, конечно, совершенно по-другому. Очень интересно, всегда туда надо съездить хоть один раз в жизни. Я там была раз 17. Мне очень нравится туда далеко лететь. Мне очень там нравятся люди, на самом деле. Это главное, наверное, чтобы я выделилась Австралией. Светлана, вы, опять же, обмолвились, возвращаясь непосредственно к вашей ситуации, о том, что придется возвращаться в большой теннис после травмы по ходу сезона. В чем главная проблема? Набрать количество матчей. Для уверенности. Просто игроки другие начали сначала, у них уже есть несколько матчей. Потому что, когда сезон заканчивается, есть перерыв. Вначале все такие свежие играют, и ты уже как-то со второго уровня входишь в игру. Не такой размятый, как все остальные. Но еще свежее? Это плюс. Но минус у тебя не столько матчей. Но буду надеяться на свой опыт, буду стараться. Но опыт у вас действительно колоссальный. В самых разных турнирах вы, замечательно, принимали участие. Я считаю, что вы сейчас, наверное, первая ракетка России, нет? Да, я, к сожалению, опустилась в рейтинге, когда я заканчивала, ну, из-за травмы год. Я была восьмая, мне оставалось там буквально два матча выиграть из четырех турниров, чтобы попасть в итоговую восьмерку второй раз подряд. Я много раз играла до, но это было бы большим достижением для меня. Я ставила такую цель для себя, и чуть-чуть не хватило, из-за травмы случился такой, ну, спад в рейтинге. Я сейчас, может быть, 15-17 стою, я, если честно, не наблюдаю. Ну, да, одна из первых. Ну, что-то не сильно вы упали-то, несмотря на это. Ну, мне еще много турниров защищать впереди, но я очень хочу играть и очень хочу вернуться на свои позиции, а может, даже выше. Светлана, вы интересно говорите, потому что у меня сразу возникает вопрос, сколько языков вы знаете? Три. Ну, русский, испанский, английский. Ну, понятно. Тогда понятно, да. Просто я, насколько я помню, у вас был интересный очень случай на корте, да? Кто-то мне, по-моему, рассказал, по-моему, Соня Тартакова, моя коллега, что арбитр вас обвинил в том, что вы выругались. А вы доказывали, что вы просто сказали по-испански «корт». Ну, у меня было несколько таких случаев. Один был в юниорском теннисе, мы играли с Верой Звонаревой в финал такого ранчбола, это первая категория юниорский турнир. Там вы сколько в юниорском, на юниорском уровне тоже так же три языка знали или еще нет? Да, уже знала, да, да, да. И Верочка сказала «блин», и ей засчитали это за другое русское слово, и она долго объясняла судье, что это «пэнкейк», она говорила, это «блин». Судья на нее смотрит и говорит «ну, какой, блин, какой пэнкейк ты говоришь во время матча». А зачем ты во время матча об этом говоришь? Какой, блин. И Верочка просто, она очень эмоциональная, она все это очень эмоционально рассказывала, и, конечно, очень поулыбалась во время матча. А у меня был на том же корте этот случай, спустя, может быть, лет 10-15, я играла профессиональный матч, ночной матч, стадион полный, я играла против сербки Анна Иванович. И я периодически с тренером общаюсь на испанском языке, и на корте выражаюсь по-разному. И я сказала в тот момент, момент слова «энписта», называется «в корт попасть». А судья хорватка была, и она по-другому это поняла. Мне сделала предупреждение, я не поняла, за что, и когда мне это объяснила, я говорю, ну ты же понимаешь. И моя реакция, она поняла, что она была не права, но во время матча она уже не могла извиниться. Конечно, меня чуть-чуть это выбило, и после матча она ко мне лично подошла и извинилась. Этот матч, этот матч, как закончился в итоге, Светлана? К сожалению, они в мою пользу. Ну, значит, она в итоге виновата, это судья. Хорватка судила матча россиянки и сердце. Кошмар, это еще специально придралась, 100%, 100%. Интересно, очень интересно складывается наш разговор со Светланой Кузнецом. Напоминаю, у нас в гостях наша замечательная теннисистка. Уже поступают вопросы на наш, собственно, вайбер и ватсап, и я вот один зачитаю. Не знаю, почему-то человек не подписался, но хорошо, в любом случае пишет Светлана, вы моя любимая теннисистка, боец, трудяга и красавица, а теннис считается одним из самых популярных видов спорта, в котором часто встречаются договорные матчи. Вы что, не знаете об этом? Да, у нас очень строгие правила, поэтому очень много проводят бесед, мастер-классов, как общаться, что происходит, если тебе предлагают такие матчи. Как перед турниром происходит? Да, вообще по-разному происходит, просто люди тебе предлагают, если кто-то тебе предложил, и ты согласился, или, точнее, если согласился, то это вообще уже все. А если ты это даже выслушал и сказал нет, ты обязательно должен доложить это специальным органам, которые у нас есть. И если ты не доложишь, но этот человек подтвердит, что такое предложение было, и ты на него ответил, то у тебя будет дисквалификация. То есть правила очень строгие, и мне кажется, все серьезнее стали к этому подходить, и это гораздо строже контролируется, и все с опаской к этому относятся. Я хочу верить в то, что у нас спорт чист, и от таких вещей, и мы каждый раз играем на победу. Но вам не предлагали. Светлана, мы не доложим, честно. Просто потому, что мы не знаем трех языков, и мы не знаем никого в этой организации. Нет, я могу на самом деле сказать, что мне это предлагали, но предлагали до того, как это правило возникло. Это раз. И во-вторых, я докладывала об этом, это два. И в-третьих, у нас даже Катя Бычкова, теннисистка была такая, мы с ней вместе играли по юнерам, комментатор сейчас. Она не знала этого правила и сказала, вот так это на пресс-конференции, и ее дисквалифицировали. Это как бы смешно, но не смешно, к сожалению, такие нюансы. Каждый раз появляются новые правила, и каждый раз их надо знать. Так что я предпочитаю просто молчать, и все. А долгая дисквалификация за это предусмотрена? Ой, я не знаю, по-моему, месяца три. Я не знаю, я не рассматриваю такие дисквалификации. И это прекрасно, это прекрасно. Светлана, у нас всегда разговор, я знаю, что вы очень любите футбол, болеете за «Зенит» из Санкт-Петербурга, да. У нас очень много вопросов появляется всегда по этому поводу. Раз вы любите футбол, у нас футболисты порой, да, говорят, что они слишком много тренируются. Как раз Олег Шатов из вашего любимого «Зенита» так говорил. Сколько тренируетесь вы? Чем старше, тем меньше. Если папа услышит мое интервью, он будет крайне недоволен, потому что мой папа с детства наставит, чтобы я тренировалась по пять часов. Сейчас, конечно, он уже чуть-чуть успокоился, он из велоспорта у меня, поэтому объем работы очень важен. Сейчас, когда идет предсезонка, я могу тренироваться 3-4, ну, края 5 часов в некоторые дни. Один день в неделю — это обязательно отдых, и два дня в неделю — это обязательно по одной тренировке. И четыре дня могут быть двойные сессии. Вот, скорее всего, я так для себя располагаю режимы моим. Но я сама с тренером обсуждаю, то есть меня никто не заставляет. У нас полностью взаимопонимание. И в зависимости от моих ощущений мы строим план, и в зависимости от цели. Светлана, если папа не услышит, мы не расскажем. Он в Испании, я вспомнила, я думаю, что ничего страшного. Он может на приложении слушать, Спорт.ФМ. Не, ну здесь, на самом деле, вот Светлана очень здорово отметила, эта информация, кстати, и для биатлона очень важна, потому что папа Светлана из велоспорта, и это тоже циклический вид спорта. Здесь объем, объем, и еще раз, объем больше. А почему же вы тогда не велоспорт пошли, Светлана? Слава Богу, папа выбрал для меня теннис. Я безмерно ему благодарна, и слава Богу, у него были финансы, чтобы позволить мне играть в этот вид спорта. Без него и без мамы меня не было сейчас на этом месте, и я бы не добилась тех результатов. То есть мама со мной ездила до 16 лет, также была со мной в Испании, когда мы переехали туда из-за тенниса, опять же, потому что финансов в России, климата, финансов не хватило бы, и климата такого хорошего у нас нет, и как бы детям в каком-то периоде важно очень тренироваться за границей, просто чтобы отключиться, и там, ну, лучше начинать. Светлана, важно для детей, как вы сказали, да, и не только для детей, тренироваться за границей. Насколько важно возвращаться на родину? Ну, это выбор каждого. Кто-то уезжает, девочка там одна из Украины была, и она говорит, я не хочу там, например, обратно в Украину, я хочу тренироваться в Европе и жить в Европе, мне там нравится. Я жила в Испании 7 лет, мне предлагали потом даже гражданство испанское, но для меня это был не вариант, у меня папа вырастил 7 олимпийских чемпионов, тренировал мою маму, 6-кратную чемпионку мира, мой брат выступал за Россию серебряной призой Олимпиады. То есть в детстве, как родиной патриотизм, это с молоком матери в меня вкладывалось, и я очень люблю Россию, мне тут очень комфортно и нравится жить. Интересно, интересно, вот достаточно редкое такое мнение от спортсменов, которые принадлежат всему миру. А вы сколько дома бываете в год? Для меня каждая серия турниров я стараюсь не выезжать из России больше месяца-полтора. Я играю минимальное количество турниров, я сейчас могу себе это позволить. И для меня после матча, у меня первый рейс это домой, для меня это воздух, находиться в родных стенах, с родными людьми, с близкими, с друзьями, там с моей собакой. Мне так комфортно, я понимаю, что это редко, что большинство спортсменов предпочитают за границу, но я для себя свой выбор сделала, и вот как-то так. Так вы же собаку теперь с собой выведете? Он очень боится, и к сожалению, нет, у него прямо приступы истерики, к сожалению, я по нему очень скучаю, но ему лучше дома. Слава, вы сказали о том, что вы сейчас можете позволить себе играть меньше матчей, почему вы раньше не могли себе этого позволить? Потому что мне нужно было больше игровой практики и больше турниров, а мне кажется, сейчас я чуть переросла это, и я хочу сконцентрироваться на результатах на больших турнирах, они важнее, больше очков приносят также, и это престижнее. Друзья, Светлана Кузнецова, прославленная отечественная теннисистка, заслуженный мастер спорта в гостях у Спорт.ФМ, программа ТОП Спорт. Мы продолжаем наше общение. Светлана, опять же, вот вы находитесь непосредственно в большом, в прямом и в переносном смысле слова теннисе. Вот в последнее время очень часто пошли разговоры, причем они все чаще и чаще возникают в печати, когда высказываются прославленные теннисисты, действующие, о том, что вид спорта переживает непростые времена, имеется в виду кадры. Российские? И российские, и вообще мировые, потому что, если мы возьмем буквально там, отмотаем пленочку на 10 лет назад, количество сильных спортсменов, сильных теннисистов зашкаливало, сейчас этого нет. Ну, всемирно, куда больше, чем Роджер, Федерер, Надал, Джокович, Морей. А где новые, Светлана, где еще? Ну, сейчас новые растут, есть Киргиос, есть другие ребята, есть наши ребята, Карен Качанов, Андрей Рублев, Медведев, много других ребят, русских есть, кто поднимается. К сожалению, девчонок сейчас не так много у нас. С чем это связано, Светлана? На ваш взгляд, на ваш взгляд, вот почему? Скорее, это вопрос Шамиля Америча Торпищева, да, но он постоянно задается, и, к сожалению, у нас была такая плеяда игроков, как началось все это с Бориса Николаевича Ельцина. Он, когда правительство любит теннис, и вкладывается в него, и ходит, и есть больше финансов, создаются... Играет, играет, правительство играет. Играет, создаются лучшие условия. Но, к сожалению, даже условий прошлого нам не хватает сейчас. Вот я столкнулась с травмой, мне негде было лечиться, чтобы так прийти, как за границей, чтобы был клуб, при нем был медцентр хороший. Я столкнулась с многими проблемами, там, например, мне нужен был какой-то аппарат, он стоит, например, только там в нескольких футбольных, топовых футбольных клубах Москвы. Иначе мне надо или покупать, или куда-то ездить, в Москве ты не наездишься. То есть поэтому еще спортсмены уезжают за границу, поэтому играют за другие страны, потому что там создают условия лучше. И не каждый готов бороться против всех этих условий. Соответственно, условий нету, и нету каких-то правильных специалистов. Чтобы ты мог довериться специалисту, чтобы ты пришел, была хорошая база, был хороший тренер, был специалист по физподготовке, там, правильный психолог или какой-нибудь тренер по психологии, вот чтобы это было так компактно создано. И раньше, в принципе, не было. Но были какие-то тренера, например, была Аня Курникова, которую, мне кажется, многие недооценивают, потому что она внесла огромную лепту, я всегда это говорю и буду говорить, в теннис. Все начинают циклиться на то, что она не выиграла турниры, но она была, по-моему, номер один в паре, выиграли большие шлемы. Она была в десятке, на минуточку. Это огромное достижение. Мы просто чуть-чуть зазвездились, потому что у нас нереальные чемпионы больших шлемов, начиная с Евгения Кафельникова, заканчивая Мария Шарапова и всеми девочками, кто Лена Дементьева, олимпийская чемпионка, Динара Сафина номер один, я, Анастасия Мыскина, выиграли большие шлемы, Марат Сафин, столько теннисистов было. Конечно, на фоне их кажется, что Аня не сделала, но она была первая. Первая, да, абсолютно точно. И какая она была популярная и красивая на корте. Много детей из-за нее шли играть в теннис. Также Марат Сафин, Евгений Кафельников. Такие яркие звезды у нас были. Но какие-то мы были... Мы сами родились, нас никто не сделал, никто нас не финансировал. Каждый прошел свою дорогу, которая была очень трудной. Каждый ценит свое место на вершине и ценил это. Сейчас, к сожалению, такого нет. Сейчас могут заниматься теннисом только дети из очень богатых семей, которым не нужно ничего и мотивация, в принципе, отсутствует. Слава, ну, что я пользуюсь лучшим, а чем сейчас Аня занимается, если вы знаете Курникова? Ну, я слышала, у нее близнецы родились. Я ее каждый раз не встречаюсь во время турнира в Майами. Вот он предстоит. Она там живет, да, в Америке? В Америке живет Сен-Рикки. Я вот сейчас поеду в Майами, и мы каждый год, как традиция, встречаются отсутствуем. Поют уже, нет? Поют? Нет, как я знаю, она продвигает его, она занимается его карьерой. Нет, я имею в виду близнецы не поют еще. Дедушка, папа, там, все нормально. Мне кажется, они еще не разговаривают. А, ну, они сразу запоют, Светлана. Я так думаю. Или заиграют в теннис. Одно из двух. А может быть и в футбол в этой ситуации. Продолжая разговор, вы сказали, что есть только в некоторых московских клубах какие-то там приборы. А что, неужели наши прославленные теннисистки кто-то сможет отказать, посмеет? Да, ну, а как? Я себе не позволяю попросить даже, если честно. Мне неудобно, мне неловко. Я лучше как-нибудь по-другому сделаю. Я, к сожалению, мне пришлось ехать оперироваться в Бельгию. Потому что я выбирала доктора. Я сходила к пяти разным докторам, услышала много разных мнений. У меня была первая раз в жизни операция. Конечно, было страшно. Я всегда считала, что, да, Господи, операция, она у всех была. Там, футболисты, теннисисты, баскетболисты, кто угодно. Но когда это произошло со мной, и я лежала перед операцией, я такая, Боже, это страшно. А что будет дальше? В общем, просто в этот момент, в такие моменты осознаешь, что в один момент может все прекратиться. И что это надо ценить, ценить жизнь, ценить момент, то, что у тебя есть. Я безумно благодарна моим родителям ситуации, работе, то, что я достигла, и что у меня есть. И я очень люблю теннис. И благодарна жизни, что у меня есть такая работа, от которой я получаю кайф. Дорогие друзья, Светлана Кузнецова, прославленная теннисистка, заслуженный мастер спорт, сегодня в гостях у «Спорт.ФМ». Впереди пауза, реклама, новости. И обязательно продолжим. ТОП-СПОРТ Здравствуйте, друзья. ТОП-СПОРТ на «Спорт.ФМ». Ведущий Алексей Золин, Артём Дроздов. Напоминаем о том, что с 9 до 10 вечера у нас гостевой час. И с большим удовольствием мы в очередной раз представляем нашу сегодняшнюю гостью, замечательную девушку, отечественную теннисистку, заслуженного мастера спорта Светлана Кузнецова. Сегодня вместе с нами, но мы вместе с ней. Светлан, вот вы здесь просто образец спокойствия, спокойно всё говорите. А на корте вы такая же? Ну, не настолько спокойно. Моё сердце бьётся гораздо быстрее, конечно, импульсивнее. Но я считаю, что я умею себя держать в руках. А умеете или научились, Светлана? Научилась. Да, ну, конечно, я никогда не была какого-то сумасшедшей там. Немного не как Макенрой психовала, да, но, конечно, с временем приходит спокойствие. Но ведь многие девчонки-теннисистки у нас были, да, из сборной страны. И рассказывали, что вас в туре-то никто друг друга не любит. Вот случались ли у вас какие-нибудь конфликтные ситуации? Я считаю, что со временем мы стали друг друга больше уважать. Или просто я стала взрослее, всех уважаю и стараюсь судить людей, как бы я себя повела. Ну, конечно, есть конфликтные ситуации, но, как правило, мало кто говорит их в лицо, и большинство говорят за спиной. А как для вас лучше, Светлана? В лицо? Или все-таки вот, ну, спустить на тормоза, там, как-то? Ну, есть какие-то моменты, которые, ну, ерунда, ты не пойдешь говорить в лицо, но все равно тебя задели, и ты там тренеру скажешь, вот, она там не права, туда-сюда, или обсудишь это. Но если меня реально что-то задевает, я подойду с соперником, поговорю в лицо. Там у меня был один нюанс, я не хочу называть фамилию игрока. Ну, я считаю, что некорректно вела себя она и ее команда, и я к ней... И потом, после этого матча, мы долгое время не общались, и я подошла к ней, взяла ее за плечо в раздевалке, и говорю, слушай, я считаю, что вот вы поступили неправильно, и большинство теннисисток так считают. Вот, мне кажется, вы должны поступать по-другому. Она говорит, я говорю, это не спортивное поведение было. Она говорит, я тебя поняла. Это была теннисистка из Швейцарии? Ну, дальше мы не стали общаться. Значит, обманула, не поняла. Продолжилось, продолжилось все то же самое, но, тем не менее, я высказалась, и я сказала, как должно было быть, и сказала в лицо. Для меня это важнее. Это теннисистка из Швейцарии? Нет. Давайте сейчас постраду. Опять же, вот вы сказали, да, вы высказались. А вот, если в обратном, вот вам важно, чтобы не за спиной, а вот пришли к вам и сказали там, Свет, так, так, так и так. Это было бы круто, но такого я не видела. Да? Меня почему-то очень многие люди боятся. Почему? Наверное, такое произвожу впечатление. Кошмар какой-то. Нет, вы играете хорошо, наверное, можете поэтому, я не знаю. У них лучше спросить, наверное. Вот, хорошо. Спросим у них. У кого? Я про кого спросить? У Мартины Кингис, Артем. Хорошо. Причем тут Мартина, да? Список. Вы неровно дышите. Вот она, провокация-то где. Вот она, где провокация прошла. Скажите, пожалуйста, вас часто, очень часто и многие говорили о том, что вы дружите с Роджером Федерером. Так ли это? Почему именно с ним? Я мечтала бы дружить с Роджером Федером и сказать вам, да, я дружу, но поскольку я всегда стараюсь говорить правду. Нет, я его очень уважаю. Для меня он, конечно, не такой прямо кумир, я не люблю это слово, да, но пример точно и мой любимый теннисист, и для меня он икона тенниса. То есть я считаю, что круче него нет и вряд ли кто-то будет. А был кто-то круче, Светлана, на ваш взгляд? Я считаю, что нет. Не было? Для меня нет. Может, просто я поклонница, я с ним общаюсь, я знаю, что ему нравится мой теннис, как-то раз я один раз слышала это, и как бы для меня это самый лучший комплимент, который может быть в жизни от кого-либо про мою игру. Кого лучше выбрать, чем Роджер Федерер? Для меня он бог тенниса, это реально, не побоюсь. Почему, Светлана, почему? Объясните, пожалуйста. Мне, по крайней мере, человеку в теннисе не сведущу. Почему? Сейчас для меня это самый мужской теннис, самый сильный, какой был когда-либо. И среди Рафы, Новака, Энди он выиграл 20 больших шлемов. И выиграл в 37 лет 20-й сейчас Australian Open, это раз. Во-вторых, много раз про него говорили, ты не вернешься, ты, ну, зачем завязывай, постоянно судили. Он много раз доказывал, хотя я думал, что он даже не доказывает, мне кажется, он не парится про это. Он очень открыто дает интервью, мне его интервью очень нравится. Как-то даже он сказал, а чего вы, журналисты, ну, докапываетесь до людей, почему вы считаете, что человек должен всегда кто-то выигрывать и стремиться выиграть? Может, кому-то нравится просто играть в теннис? Ну, тогда выходи во дворе и играй. Ну, почему? Ну, может быть, он имеет удовольствие просто играть? Ну, конечно, конечно, все хотят выиграть, но он просто в чуть-чуть другом контексте это все сказал. И также мне нравится, как он себя ведет, как он преподносит себя. Он джентльмен на корте, вне корта, у него великолепная, красивая семья. Это просто... там не найдешь ничего плохого, идеально. Все идеально, две двойни, скажите, пожалуйста, это как-то. А это мы у Курникова потом спросим, да? У нее еще одна. Ну, я говорю потом, потом, я говорю потом спросим. Да, очень сильно. Очень сильно вы сказали. Светлана, ну, мы продолжаем, да. Просто хотелось бы вернуться, в том числе вы говорите, вы любите нашу страну. А условия для того, чтобы здесь тренироваться, играть у нас какие? Ну, хотя бы летом, ну, допустим, ну, зиму опустим. Ну, зима у нас. Да, про медицину мы уже поговорим. Мы северная страна, да. Условия для роста девчонок, мальчишек. К сожалению, их нет. Вот как-то так, очень больно, обидно. Если бы мой ребенок играл в теннис, я бы сначала отдала его технику ставить в России правильным тренерам, которые не испортят, без фанатизма. Потом бы в каком-то возрасте, допустим, лет в 14, как уехала я за границу, в какой-то период взять, сделать базу и как-то подготовить его за границей. И я бы потом вернулась, но потом уже ребенок будет в таком возрасте, что он будет сам выбирать, куда он хочет ехать и куда двигаться, где ему комфортнее. Конечно, климат за границей лучше, кортов больше. И вот эти детские турниры меня пугают, так как ведут себя родители на детских турнирах. Это, если честно... А можно подробнее? Ну, я... Вы знаете, я просто вижу, как себя ведут родители на футбольных турнирах. Да, я на каких? Ну, мне кажется, примерно так же. Только когда на футболе ты можешь стоять и орать в стороне, а тут ребенок перед тобой, и тут стоит еще второй родитель другого ребенка, и вот это начинается борьба против родителей. Я думаю, что 100% я лично не наблюдала, но наслышано. И не зря в футбольном клубе «Барселона» одна из самых сильных детских школ футбола не разрешает посещение родителям. То есть их автобус всех детей забирает со школы на тренировку, тренируется, все, дети домой доставляются так же. То есть вы сами это наблюдали? Вы же жили там? У меня у друзей дети тренируются там. Говорят, что вы жили рядом с Роналдиней, он был якобы даже вашим соседом. Да, и Месси, и Месси, да, и... Смотри, ты человек говорит про таких потрясающих... А, еще Месси, ну еще Месси. Нет, поймите меня правильно, это один из лучших в мире, в истории футболистов, как и Месси, так и Роналдиня, так и Неймар. Я их как бы... Я болею так же за «Барселону», но я как бы не видела их ни разу. Говорят, что они по соседству, то есть я к этому так же и отношусь, так же и отношусь к этому. Прекрасно, вот это прекрасно, просто вот действительно само спокойствие вот это. На чай, на чай к соседу сходить. Я бы с удовольствием. Ну, Светлана, а я думаю, что они бы тоже сходили к вам, что... Так вот, я больше чем уверен, что люди, если следят за спортом, они прекрасно знают, кто такая Светлана Кузнецова. Будь то там Месси, Роналдинь или кто-то еще. Ну, я так знакомилась с Роберто Карлосом, я просто подошлась им на испанском, стала говорить, представилась, что меня зовут Света. Он говорит, да я тебя знаю, ты, ну, как бы не представляешься. Это было очень приятно. Мне очень интересно общаться с людьми из разных сфер деятельности, особенно с успешными спортсменами, с успешными бизнесменами. Кем-либо, потому что мне интересна судьба, интересна история, мышление. Многое из этого для себя подчерпывало. Светлана, а вот теперь честно, а с кем вот интереснее, со спортсменами или с бизнесменами? Очень провокационные сейчас вопросы. Конечно. Просто вот, ну вот... Ну, спортсмен, спортсмену рост. То есть я недавно была... Бизнесмен, бизнесмену рост. Так же, это так же. Просто сейчас, когда приезжаешь за границу, говорят, а чем занимается там твой приятель? Я говорю, бизнесом. Он говорит, ну, у вас в России все бизнесом занимаются. Понимаете? Светлана, не все, а Золин, ведущий на Спорт.ФМ, да? Ну, понимаете, то есть, как бы, все зависит от человека. В любой сфере деятельности есть интересные люди. И стараюсь себя окружать позитивными людьми, добрыми и некористными. Можете вспомнить вот какой-то интересный в этом плане случай, да, встреча с каким-нибудь известным бизнесменом, и что понравилось? Да, и когда вы все это успеваете? Ну, про бизнесмена сейчас не вспомню. Ничего такое, что быстро пришло на ум. Ну, на ужин, например, в компании общих друзей. Ну, например, Александр Чистяков, супруг Наташи Глюкозы. То есть, много раз мы ужинаем в компаниях, там Федор Бондарчук приходит. Это очень интересные люди, с ними очень интересно общаться. А мне кажется, Федор Бондарчук всегда в какую-нибудь компанию приходит, где много известных людей. А я думаю, ты сейчас скажешь, всегда ужинаешь. И ужинаешь всегда, почему нет? Светлана, а вот так вот, в данной конкретной ситуации, да, Федор Бондарчук, о кино наверняка разговаривали? Не приглашал сниматься? Нет, не приглашал сниматься, но всегда рассказывает об идеях, о кино. Мне нравится, что его это прямо движет им. То есть, какую-то музыку он постоянно ставит, как-то все это рассказывает. Мне очень нравятся люди, которые влюблены в свою профессию. И мне интересно всегда смотреть свой фильм, и очень нравится, очень его уважаю. Ну, хорошо, и спортсменов, с кем было интересно встретиться, что памятного осталось? Помимо Роберта Карлосова? Ну, с многими российскими спортсменами я очень дружу хорошо Светланой Хоркиной, Светланой Мастерковой. Также Немов был у Светланы Хоркиной на дне рождения. Мы очень хорошо общались. Также мне нравится, я говорю, ребята, вы такие молодцы, что вы после спорта достигли таких высоких высот в спорте. И пошли дальше заниматься разными сферами деятельности. И там преуспеваете. Мне кажется, это очень круто. Я хочу брать с них пример. Потому что они просто не поставили крест на каком-то дальше продвижении себя. И идут дальше, и находят себя в других карьерах. И они в этом успешны. То есть для меня очень важно быть успешным в какой-то сфере деятельности, чем ты занимаешься. Совсем недавно, Светлана, вы так публично поддержали Георгия Джики. Спартаков, который получил травму на сборах. Это просто сострадание спортсмен-спортсмену или что-то большее? Я его знаю. Я дружу с семьей Самедовых. То есть я с многими спортсменами общаюсь. Он очень добрый парень. Может, я его видела немного раз. Я его как раз перед сбором в Дубае встретила. Я там тоже тренировалась и отдыхала. Мне нравится, что он абсолютно скромный. Никак в жизни не подумала, что он футболист. Очень скромный, приветливый парень. И просто его по-спортивному жалко. Тем более я принесла первую травму. И у него такой взлет в карьере. Мне кажется, он играет в сборной. И получить на тренировке такую травму, мне реально просто было очень обидно за него. Да, в товарищеском матче. Светлана Кузнецова в гостях у нас. Да, Светлана Кузнецова у нас в гостях. Замечательный наш теннисист. Хорошо, что мы коснулись все-таки футбола. Светлана, чемпионат мира в нашей стране. Вы наверняка в это время будете где-то играть. Во Франции где? Во Франции, в Италии, в Испании. Смотреть будете? Да, конечно, обязательно. Очень хотелось бы, чтобы наша сборная хорошо сыграла. Выиграла. Один из матчей будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе Санкт-Петербург-Арена. Как вам стадион? Я его видела издалека, когда была на велотреке моего отца. Соответственно, мой папа построил велотрек и отель метров 500 от этого стадиона. Соответственно, когда в том году я участвовала на Санкт-Петербург-Опен женском турнире, который сейчас проходит третий раз в Санкт-Петербурге, именно в эти даты. Я бы видела издалека, конечно, история про этот стадион... Не очень. Не очень, но, слава богу, что он уже достроился, что на нем играют. Это хорошо. За что вы любите Санкт-Петербург? Ну, это мой родной город. Всегда мне спрашивают, а чем отличается Санкт-Петербург? А куда нам поехать? В Санкт-Петербург или в Москву? Или что сделать, что посетить? Это искусство, прежде всего. Это люди. Я все равно верю, что люди из Санкт-Петербурга... Мы абсолютно другие. То есть, я не знаю, по-другому общаемся. Я не знаю, там все по-другому. Там такое все питерское, такое уютное. Вот. Да что? Потому что это самый красивый город на Земле для меня. Я всегда говорю, езжайте в Питер, такого вы больше нигде не увидите. Слан, в этой ситуации вы сказали, папа ваш занимается, ну, построил велотрек, занимается со спортсменами. Дождемся мы теннисной академии с Светланой Кузнецовой? Ну, академия-то громко сказано. Мне бы хотелось развивать теннис в России. Это, наверное, будет одна из моих главных задач, когда я закончу карьеру. Но это очень надо грамотно сделать, потому что мало... Вообще, мне кажется, это мало... Ни у кого не получалось по данную минуту. И к этому надо будет очень серьезно подойти, если я захочу этим заниматься. Но я бы очень хотела передать свой опыт. И хотелось бы, чтобы у нас были хорошие спортсмены, и была какая-то система, из которой могли бы выйти, вырасти будущие звезды. Но у нас же теннисные все-таки люди занимаются. Там просто многие жалуются, что у нас в Федерации работают там не спортсмены, да, какие-то люди странные. У нас же теннисные люди, торпищев, кафельников. Ну, верно. Ну, Шамина Верич выиграл очень много кубков Федерации, кубков Дэйвиса, да. То есть это была такая очень большая история. Но сейчас уже все как-то прияда от игроков закончилась. Сейчас надо строить что-то новое и начинать что-то другое, на мой взгляд. То есть какая-то история уже осталась позади. Дай бог Шамина Веричу силу и начать что-то новое. То есть должны уже другие люди это сделать? Я этого не говорила. Я понимаю, это я сказал. У Шамина Верича очень колоссальный опыт. У него очень много связей, у него очень много знаний. Таких знаний, как у него, мало у кого есть. И я не знаю, как быть раньше, но это 100% надо развивать и что-то менять, чтобы что-то новое выросло. Какой-то очень личный вопрос от Оли из Мурманска. Зачитываю. Во-первых, передает вам привет. Не знаю, знакомы вы или нет. Если бы у вас была возможность загадать три желания золотой рыбки, какие бы это были желания? Ну вы знаете, что желания никогда нельзя говорить вслух. Особенно золотой рыбки. Хорошо, про желания оставим. И там есть второй вопрос. Нет, золотой рыбки нельзя, нам-то можно. Он же выбрал породу будущего брата или сестры Дольче. Вот это вот нормально. Но... Дольче это моя собака. Да, мы поняли, да. Я бы взяла обязательно его породу. Я на самом деле мечтаю о девочке такой же, как и он. У габана, естественно, будет называться. Изначально такая была цель, взять Дольче и потом габана. Но просто с моим графиком и с разъездами мне жалко собак, по которым я скучаю. Я надеюсь, что они скучают. А какая порода, Светлана? Американ були. Это как Стаффорд и бультерьер, что-то смешанное, как питбуль, но генетически выведен ген агрессивности. То есть у меня он очень добрый. Как кошечка. Именно. А что вам нравится в этих собаках? Почему собаки? Ну, чем больше я узнаю людей, вы понимаете дальше. Чем больше нравятся собаки, да. Но он просто лучше, наверное, лучший пёс, который мог быть у меня, потому что он очень добрый, он спокойный, он со мной ходит на тренировки, он спит в углу, пока я тренируюсь. Он за мячиками не бегает? Вообще нет, он самый ленивый. Потрясающе вообще. Кто-то в семье должен отдыхать, мне кажется. Слушайте, у вас собака, у Павлюченковой собака, что в теннисе все собачники? У Марии Шарапова есть собака, не знаю, у кого больше, по-моему, ни у кого нет. Давайте вернемся все-таки к теннису. Сроки вашего восстановления каковы, когда вы будете играть? Я планирую сыграть в марте-апреле где-то. В марте? В марте-апреле. В марте-апреле, хорошо, да. И кого вы так осчастливите-то? Где начнется, где продолжится ваша карьера? Ну, поскольку я играю крупные турниры, и, скорее всего, восстановлюсь и начну где-то на крупных. Конечно, это не идеальный вариант для возобновления турниров и графика. Я хотела бы сыграть маленькие турниры, но не позволяет время. То есть нужно как можно раньше вернуться и играть. У вас много помощников, Светлана? Или вы сами вот все сама подбираете, там, где вам играть, почему именно там и так далее? Ой, выбор там не особо большой, а и большие турниры автоматически тебя система заявляет. Там, ну, специальные правила, которых половина, если честно, я их не знаю. Но, допустим, большие шлемы и турниры там первой категории, как Indian Walls Miami, если ты не играешь, у тебя ноль в рейтинге засчитывается, а всего там, по-моему, 17 турниров считается. То есть каждый пропуск — это минус-минус турнир. Поэтому я постараюсь восстановиться к этой серии. Светлана, Кубок Федерации, 10-11 февраля играем мы сборной России против команды Словакии. Понятно, что вы не по известным причинам, да, из-за травмы не примете участие в этих поединках. Насколько вот для вас, да, как для Теннисистской сборной России принципиально все-таки попасть вместе со сборной России в хотя бы для начала ведущую группу? — Сейчас очень сложно будет выйти в основную группу, потому что у нас очень сложная позиция. В этом Кубке Федерации не будут играть основные теннисистки. То есть не играет ни Макарова, ни Веснина, ни Павлюченкова, ни Касаткина. Я не знаю их причин отказа. Скорее всего, очень тяжелый график. И составом молодых теннисисток обыграть другую команду, у которой там лидирующие теннисистки, очень сложно. Соответственно, для нас, конечно, было бы престижнее выбраться в мировую группу, где, я считаю, наше место. Но, к сожалению, пока девочки не могут играть за сборную, у нас мало что получится. — Очень жаль, но будем желать им тоже успеха. Может быть, Баленкова, может быть, Вихлянцева. Я не знаю, кто из них, может быть, блеснет, в конце концов, за нашу команду и сыграет. У вас остались еще какие-то большие цели в теннисе, Светлана? — Вы знаете, громко говорить о целях я никогда не хочу. — Просто скажите, остались ли цели? — Ну, конечно. А смысл мне после того, что я выиграла в карьере, чего достигла возвращаться, если я не вижу больших целей? Конечно, я не говорю о целях, я говорю о потенциале и желании. У меня есть и желание, и потенциал, я это чувствую. Дальше очень много... Все зависит от очень многих вещей. Я надеюсь, что они сойдутся правильно, если будет хорошо. — Ну, пока нет Сирены Уильямс, можно и повыигрывать чего-нибудь. Серьезно. — Ну, из Сирены выигрывали. — Да, это да. — Ну, как бы я не считаю, что это какая-то огромная прям помеха. Да, она лидирующая, да, она лучшая теннисистка в истории на данный момент. Я ее очень уважаю, но она тоже, ее можно выигрывать, да. Это очень сложно, но я не хочу циклиться на Сирене. Нет, каждый соперник, он по-своему, сложен. — А кто для вас самый сложный соперник? Вот неприятный, может быть. Может, несложный, а неприятный. С кого неудобно играть? — Да нет, все очень. Вся десятка, вся двадцатка. Очень сейчас равный уровень. Очень всех... Со всеми очень тяжело играть. Конечно, Сирена — фаворит, и она самая сильная. Но в зависимости от ее настроения и от моей формы тоже зависит. — А я вот еще, да, с вопросом о сборной, так, в завершении нашей беседы. Пара у нас замечательная. Весина Макарова, вы, Светлана, плюс Мария. Осталось только набрать форму. И так вот я почему-то сейчас посидел, подумал, у нас сборная чуть ли вообще так в перспективе, да, уж по именам-то точно сильнейшая, наверное, в мире. Ну вот если вот все в идеале, я вот это имею в виду. — Ну, мы с Мария не парные игроки. — Не, не, а есть пары. — Хотя с Леной, они... Они... Они прямо сыгрались, они прямо друг с другом сыграны. Они лучшая пара. — И вы с Марией в одиночке, да? — Да. — Мы с Марией... Возможно, все возможно. Главное, чтобы мы с Марией вернулись на прежний уровень, и тогда... — Я думаю, вы будете... — Можно брать любые вершины. — Я думаю, вы будете еще сильнее. Спасибо огромное. — А вот как вы сказали, Светлана, что смысл тогда возвращаться, поэтому и вам, и ей тоже. — Спасибо большое. — Спасибо вам огромное, что вы пришли и нашли время в своем тяжелом графике с возвращением. Мы ожидаем вас совсем скоро на корте. Здоровья вам и дальнейших успехов. — Светлана Кузнецова, дорогие друзья, в гостях у Спорт-ФМ. — Да, всем до свидания. На этой программе ТОП-спорт заканчивает свою работу, не заканчивает работу Спорт-ФМ. Эфир, конечно, продолжится. — Василий, ваше слово. — Как жаль, что заканчивается этот тайм. — Будет второй, я узнавал. — Ну да. — Теперь мы посмотрим, что заканчивается за activated уровень России. Продолжение следует...